Творчество лечит, причем исходный диагноз в этом случае не важен. Главный настрой. Речь идет об арт-терапии. Ее подключают для пациентов ОКБ Ханты-Мансийском. Творчество помогает забыть о заболеваниях, болезненном лечении, наполниться позитивной энергией, а также настроиться на выздоровление. В пансионате для иногородних пациентов есть расписание мастер-классов. Проводят сотрудники окружного дома народного творчества. Анна Шуркевич побывала на одном из таких лечебных мастер-классов. В 21 веке кукла-хороводница поменяла квалификацию. Теперь она практически медик, причем широкого профиля. Ведь здесь, в этом зале, не просто участницы творческого мастер-класса, а пациенты окружной клинической больницы. Из хирургического и кардиологического отделений, и даже из онкоцентра. Эти пациенты приехали в Ханты-Мансийск из разных уголков округа. И на время лечения, например, курса химиотерапии, живут в пансионате. Но и здесь их путь к здоровой жизни продолжается с помощью арт-терапии. Ричка в одном месте ровненькая была, без складочек. Различные подделки пациентов отвлекают от различных мыслей о болезни. И работая руками, они выплескивают отрицательную энергию. И, скажем так, выздоровление ускоряется, им становится легче. Арт-терапия не имеет противопоказаний, не имеет границ, не имеет возраста. Поэтому я считаю, что это для пациентов очень даже хорошее по споре выздоровление. Положительный эффект арт-терапии заметил еще сто лет назад британский врач Адриан Хилл. У нас в Югре мастер-классы, концерты, спектакли в стационарных отделениях и в пансионате тоже были довольно частыми. До ковида. Коронавирус, к счастью, свои карантинные правила перестал диктовать. После двухлетнего перерыва снова есть место творчеству в больнице. Причем не только у взрослых. Детское отделение, там же видно все. Они улыбаются, они не хотят уходить. Если их вызывают на процедуры, они расстраиваются, потом бегут обратно, возвращаются, чтобы успеть это сделать все. Хочется что-то эффектное дать, чтобы несложно было делать результат, чтобы удовлетворял всех. Как и эта кукла-хороводница. Она яркая, необычная. Ее можно попробовать повторить самостоятельно. И она обязательно получится. А эта куколка, сделанная во время лечения, станет для постояльцев пансионата ОКБ неким оберегом и символом скорого выздоровления. Анна Шуркевич, Юрий Гурьев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.